МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, нет в мире ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не сдавал кровь на анализы. Однако мало кто из нас знает о такой врачебной профессии, как гематолог. А тем временем, благодаря этим людям, тысячи пациентов получают право на жизнь. Современные методы диагностики и лечения заболеваний крови позволяют спасти ранее обреченных больных. Возможность спасти жизнь другому человеку есть и у каждого из нас. Что для этого нужно сделать, узнаем в нашей сегодняшней программе. Гематология – это раздел медицины, который изучает кровь, кроветворные органы и заболевания костного мозга, а также причины возникновения заболеваний крови. Она занимается изучением происхождения, диагностики, лечения и прогнозирования болезней системы кроветворения. Заболевания системы крови – большая и разнородная группа заболеваний, отличающаяся по своей этиологии, по своим прогнозам, по своему течению. В основе каждого заболевания крови лежит нарушение строения или функции клеток крови. Это или же эритроцитов, тромбоцитов, эйкоцитов, или же увеличение или уменьшение их количества, или же изменение свойств плазмы. Болезни крови разделяют на незлокачественные и злокачественные, или онкогематологические. К незлокачественным заболеваниям относятся различные анемии, разные виды тромбоцитопатии, нарушение свертываемости крови, например, всем известная гемофилия. С онкогематологическими заболеваниями всё гораздо сложнее. Они находятся на стыке гематологии и онкологии. В основе каждого из онкогематологических заболеваний крови лежит генетически изменённая клетка-предшественница, которая по тем или иным причинам избежала контроля своей собственной иммунологической системы. В связи с этим возникло то или иное онкогематологическое заболевание. При заболеваниях крови у человека могут появиться определённые симптомы. А это именно немотивированная потеря массы тела, непонятное, необъяснимое повышение температуры тела, общая слабость, зуд кожных покровов, бледность кожи, непроизвольное появление синяков, увеличение лимфатических узлов, шейных, подмышечных, паховых областях. Игнорировать эти симптомы ни в коем случае нельзя. Стоит сразу же обратиться к врачу-гематологу. Ведь чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее будет его лечение. Самым первым методом диагностики гематологических болезней является анализ крови. С чего начинается диагностика гематологических заболеваний? Это банального, обычного, общего анализа крови, который доставляется нам в пробирках со специальным наполнителем из отделений. В течение одной минуты после того, как пробу вносят в аппарат, мы получаем 18 параметров, в том числе и верификация происходит клеток, то есть какие-то клетки. Но в любом случае, если что-то нас смущает, то есть повышенные или пониженные какие-то показатели, в любом случае еще доктор глазами визуально оценивает результат, то есть какая-то клетка, патологическая или нет. Но для экспресс-диагностики в течение минуты поставить диагноз – это тоже очень важно, это делает эта машина. Такими современными аппаратами для анализа в крови оснащены даже практически все районные больницы Гродненской области. Эта техника позволяет поставить предварительный диагноз. Затем для его уточнения мазок крови врач рассматривает под микроскопом. Раньше стеклопрепарат для анализа мазка крови нужно было окрашивать вручную. Это было неудобно и долго. Сейчас есть специальная техника, которая значительно ускоряет процесс и облегчает работу лаборантов. В данный момент 50 стекол одномомента могут загружаться в данную машину. И в течение часа оно окрашивается и уже выдается в сухом виде мазок на стекле, который может посмотреть под микроскопом доктор. Учитывая, что в день в данную лабораторию с нашего стационара поступает около 200 проб от пациентов, то, в общем-то, это очень быстро. На вооружении гродненских лаборантов имеется современная техника, которая позволяет не только исследовать клетки крови, но и одновременно их фотографировать. Хорошая оптика позволяет делать качественные снимки. Из них гродненские врачи создают своеобразный атлас гематологических больных. Это ноу-хау позволяет облегчить процессы диагностики и лечения заболеваний крови, а также является хорошим наглядным пособием для практического обучения будущих врачей. Атлас гематологических больных, значит, он создавался у нас, ну, уже можно сказать, не один год на базе пациентов нашей клиники. Мы делали микрофотосъемку, создавали, причем, значит, наша клиника уже не первый год пользуется электронной версией истории болезни, 4D-клиент, и, значит, мы не только создаем у себя, как бы в ноутбуке на рабочем столе, но у нас также прикрепляются фотографии к истории болезни конкретного пациента, что тоже очень удобно. В клинико-диагностической лаборатории Гродненской областной больницы имеется единственный в нашем регионе аппарат для определения различных факторов свертываемости крови. Он незаменим при диагностике таких заболеваний, как гемофилия. Данный аппарат оценивает состояние системы гемостаза у пациентов. Пропускная мощность всего 700 тестов в час, то есть 700 исследований разных тестов он может провести в течение часа. Для гематологических пациентов это важно время свертывания, дефицит или переизбыток факторов свертывания крови, что довольно актуально на данный момент. Кроме того, данное оборудование планируется подключить к общей больничной сети. Как только результаты анализов готовы, врач в любом отделении больницы может сразу же с ними ознакомиться. Это значительно экономит время, которое при лечении большинства заболеваний на вес золота. В дальнейшем планируется подключить это оборудование прямо к мониторам в операционных. Тогда хирург сможет оперативно мониторить состояние пациента и не ждать бумажного носителя. В наше время умная техника значительно облегчает работу медикам. Практически все делает машина. Задача лаборанта – правильно управлять ею. Здесь, вводя паспортные данные пациента и номер пробы каретки, которую мы ставим в аппарат, одновременно здесь панель из 70 тестов, которые мы можем сделать. Мы выбираем все на панели. То, что мы выбрали, мы потом запускаем в работу. То есть единственное, в чем заключается работа оператора, это поставить пробы в аппарат в каретке и грамотно запрограммировать назначение. Современное оборудование способно даже выбирать очередность выполнения анализов. Прелесть данных аппарата в том, что есть первые позиции, так называемый экспресс-анализ. То есть в то время, как делается рутина, одновременно делается до 8 тысяч тестов в час, может, его производительность такая. Допустим, нам привезли исследование, которое нужно сделать в первую очередь, не дожидаясь, пока выполнится рутина. Вот эти позиции, они программируются точно так же, как в том аппарате, отдельно. Сюда ставится, уже, допустим, берется та проба, которая нам нужна для того, чтобы выполнить экспресс-анализ. Ставится вот в эти первые ячейки уже так вот моно. Тестами назначается и аппарат эти пробы берет уже в первую очередь. И время от момента начала исследования до дачи результатов составляет где-то 15-20 минут. Это для 12-14 тестов. К сожалению, во многих случаях недостаточно только анализа крови. Приходится прибегать к более сложным и довольно неприятным методам диагностики. Зачастую диагностика гематологических заболеваний сталкивается с определенными трудностями. И диагностика всегда нуждается в использовании гематологических специальных исследований, таких как функция костного мозга или мелограмма, трепанобиопсия, иммунофенотипирование, цитогенетическое исследование костного мозга. Без этих диагностических лабораторных тестов, к сожалению, мы не сможем поставить диагноз и правильно начать терапию. Большинство пациентов отделения гематологии приходится проходить трепанобиопсию, то есть пункцию костного мозга. Во время этой процедуры врач с помощью специальной иглы извлекает кусочек кости вместе с костно-мозговой тканью. Выполнили трепанобиопсию, извлекли костный столбик с костным мозгом. С целью гистологического исследования для дальнейшего уточнения диагноза и потом решения вопроса, как пациента вести на лето. Гематология как наука развивается очень стремительно. Ученым удалось сделать революционное открытие. Благодаря ним многие болезни крови, которые ранее вылечить было практически невозможно, сейчас успешно поддаются лечению. В гематологии используются сложные, многокомпонентные методы воздействия на заболевания. Они позволяют достигать достаточно хороших результатов и излечивать ранее фатальные опухоли. Основным методом лечения заболеваний кровью относятся химиотерапия, радиотерапия, пересадка костного мозга, лечение стволовыми клетками. Само по себе программа химиотерапии пациентов с заболеваниями крови включает неоднократное проведение курсов химиотерапии. Все будет зависеть от того диагноза, который выставлен пациенту. Одни пациенты к нам приезжают через 2 недели, другие через конкретно 28 дней. Таких курсов может быть от 6 до 8. Многие пациенты с острым лейкозом лечатся в течение 2 лет или не меньше. То есть само по себе лечение онкогенатологических заболеваний это очень серьезная, измеряющая и очень приятная терапия. Самым эффективным методом лечения заболеваний крови является пересадка костного мозга. Она может быть аутологичной или аллогенной. При аутологичной трансплантации больному делают пересадку собственного костного мозга или стволовых клеток. При аллогенной привлекаются доноры. Для получения собственной клетки пациент должен находиться в ремиссии, то есть должен находиться в ремиссии в неком состоянии выздоровления. Затем пациенту методом афереза берется определенные стволовые клетки, которые не подвержены процессу онкологическому. И в процессе, затем, после соответствующей подготовки идет пересадка стволовых клеток. Таким образом, лечится у нас пациента с множественной миеломой. Делается пересадка периферической стволовой клетки. И с помощью этого достигается достаточно хороший стойкий эффект в течение полутора-двух лет. То есть в этом промежуток времени пациент не нуждается в химиотерапии. Таким образом, мы продлеваем пациенту жизнь, улучшаем качество жизни, потому что в этот промежуток времени он не нуждается в химиотерапии. Найти донора для трансплантации костного мозга довольно сложно. Чаще всего это могут быть кровные родственники. Ведь процент совместимости среди родственников гораздо выше. Хотя бывают исключения. Например, у нас была пациентка с острым лейкозом, у которого было 7 братьев и 7 сестер, но ни один из них, к сожалению, не подошел. Бывает же наоборот, когда есть один брат или сестра, и он совершенно идеально подходит как донор. И это, конечно, упрощает и лечение. Нет необходимости поиска донора за рубежом. И, естественно, ускоряет сам по себе процесс терапии. В Гродневской области ежегодно регистрируется около 300 случаев онкогематологических заболеваний. Это примерно 16-17 человек на 100 тысяч населения. В том числе выявляется около 30-35 случаев острого лейкоза, белокровия или, как говорят в народе, рака крови. Этим пациентам как раз и может помочь пересадка костного мозга. И если людей, желающих сдать кровь в нашем регионе, хватает, то проблема донорства костного мозга является очень актуальной. Чаще всего доноры костного мозга – это люди, которые являются донорами крови. То есть им предлагают, так как учитывая, что сейчас у нас в Белоруссии создается регистр доноров костного мозга, то всем донорам крови предлагается рассмотреть варианты возможности быть еще донором костного мозга. Стать донором костного мозга совсем несложно. Если раньше для этого нужно было делать до сотни проколов костей таза, забирали около литра костного мозга, то современные технологии все упростили. Донором костного мозга может стать любой совершеннолетний человек, не страдающий серьезными заболеваниями. Для этого люди, доноры крови, сдают определенное количество крови, которое выполняется определенные методы исследования, и их заносят в банк доноров костного мозга. При необходимости, когда имеющиеся результаты обследования будут совпадать с необходимыми, тогда этому человеку может быть предложен вариант, что он будет донором костного мозга для того или другого рецепента. Сдают кровь в банк костного мозга в основном люди, которые столкнулись с этой проблемой. Это, как правило, родственники пациентов с болезнями крови. Те, кого затронула эта беда, понимают, насколько сложно найти подходящего донора костного мозга. Поэтому сами приходят, чтобы в дальнейшем иметь возможность помочь другому человеку. В отделении гематологии царит какая-то особая атмосфера. Здесь нет лишней суеты. Пациенты с трудом называют свои сложные диагнозы и терпеливо выполняют все рекомендации врачей. Большинство из них – постоянные гости этого отделения. У каждого из этих людей своя история борьбы с болезнью крови. После простуды у меня начался кашель. Кашель как бы вылечился. Потом обнаружил себе такое ниже ребер левой стороны выпячивания. Думаю, что такое накашлял что-нибудь. Оказывается, нет. Пошел на УЗИ. Посмотрели. Это увеличена селезенка. Ну, направил гематолог сюда. Гродно. Тут обследовали. Брали трепанобиопсию. Минск не дал ответа точного. Пришлось ехать в Минск 9-ю клинику. Там повторно сделали уже пункцию со спины. И определили, имел и лейкоз. Лечился уже 4 раза. Сейчас 5-й раз приехал. Где-то, получается, на протяжении... После излечения через месяц попадаю опять. Ричарду Яновичу поднимают уровень гемоглобина лекарственными препаратами. После такого курса 68-летний мужчина чувствует себя гораздо лучше. И с оптимизмом смотрит в будущее. Прогнозы обнадеживающие, если так пойдет дальше лечение. Спасибо врачам, хочу сказать. Они подходят каждому индивидуально. Больному надеюсь на улучшение. Постоянно контролировать уровень гемоглобина необходимо и 67-летнему Константину Константиновичу. И если первые 6 лет болезни в этом ему помогали таблетки, то последние 3 года лекарственные препараты ему вливают внутривенно. Для этого он периодически вынужден приезжать в больницу. Однако мужчина не унывает и с улыбкой называет свой непростой диагноз. С 6-го года, с декабра месяца, проблема у меня обнаружилась. Сублей хронический, сублей химический, миелоз, такие диагнозы мне поставлены. Короче, гемоглобин. Ниже-то выше. Вот приеду, прокапаю и поехал домой. Которое время, когда больше дома, когда 2-3 недели, когда и полтора месяца, когда 2-ка пойдет, когда. Ежегодно в отделении гематологии Гродненской областной больницы переливается более 300 литров крови и ее компонентов. Благодаря этому удается спасти сотни пациентов. Стать донором крови или костного мозга не так уж и сложно. И вот если бы каждый из нас внес свои данные в общий банк доноров, то это могло бы спасти тысячи человеческих жизней. Задумайтесь, ведь не исключено, что завтра помощь может понадобиться вам или вашим близким. Берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова